всем привет 24 февраля мы приехали на какую-то окраину да здесь заснеженные белые горы также куча пакетов началось все с того что на карте я заметила небольшое озеро и загадочное название района вагне недалеко от нас находился этот район и мы решили отправиться туда на прогулку чтобы разведать эту местность мы доехали на маршрутке вышли на окраине города где встретили норвежский квартал интересно что улица по которой мы шли не имела название ни на одной из карт ни на яндекс не google карта этот район известный как очагняк и занимает значительную часть города включая множество кварталов из них такие как марашен назарбекян и конечно же квартал вагне в итоге оказался за забором но нам немного удалось рассмотреть его со стороны микрорайона назарбекян обзор этого района есть видео ролики микрорайон назарбекян 15 квартал по районе вагне пишут что он уникальный для армении и что там строится находится коттеджный поселок работа по строительству начались еще в конце 1990-х годах основателя компании которая занималась строительством зовут вагн однонян площадь всего 163 гектаров проект на строительство 700 особняков и 2300 квартир и искусственный пруд шалки вагн однон площадь К сожалению, нам не удалось попасть внутрь. Из-за приватности места. Ну, что сказать, город развивается, строится и благоустраивается. Интересные места для жизни. И я надеюсь, что в будущем мы увидим все спальные районы, преобразившиеся в такие живописные места, как на фотографии, которые мне удалось найти в интернете. Ведь там, похоже, так красиво и уютно. Дальше любопытство завело, а что там интересное остается и продается. На настоящий момент сегодня вижу аренду за 200 тысяч, 300 тысяч грамм. Продажа недвижимости от миллиона долларов США. Покажу несколько объявлений, которые я сейчас нашла на сайте Лист.АЭМ. Напомню, что видео снимали год назад, в феврале 2023 года. Информацию смотрю сейчас, в апреле 2024 года. Лист.АЭМ – это крупнейший армянский интернет-сервис, где можно найти объявления по аренде и продаже недвижимости. А также есть на сайте объявления по продаже автомобилей, электроники, одежды, объявления по работе и любые другие товары и услуги. Итак, аренда недвижимости – самая небольшая цена для района Бакни, который я сейчас увидела, находим за 200 тысяч грамм. По продаже есть такие вот варианты. Так, например, продажа дома – миллион шестьсот пятьдесят тысяч долларов. Трёхэтажный дом. Такие вот фотографии. Две всего лишь. Посмотрим другой вариант. За полтора миллиона долларов. Или, может быть, такой вот домик небольшой. Да, на фото есть сауна. Трёхэтажный домик. Площадью 450 квадратных метров. Монолит. Дизайнерский ремонт. Гараж на два места. Бассейн, сауна, фото. Мин, беседка, охрана, кондиционеры, электричество и водоснабжение. С писанием на русском языке. Интересная кнопка для того, чтобы... Кнопка на пешеходе для того, чтобы вызвать зелёный сигнал с топор. Дальше через дорогу мы вышли в сторону Арменфильм. Тогда мы ещё не знали, что там работает ли киностудия или нет. Объект оказался действующим, хоть и выглядит заброшенным. Про Арменфильм я рассказывала в ролике «Армения. Открытие Дакташен». Исследование одного из районов Деревана. На третьей минуте можете посмотреть. Ну, собственно, всё. Окраина, шумная трасса, стройки вокруг, разных жилых комьюнити. А вот, вот это вот приватное комьюнити, видимо, парадный вход. Спасибо за просмотр этого ролика. Надеюсь, видео было полезным. Поставьте лайк к этому видео, палец вверх. Поделитесь с друзьями. В следующем ролике я планирую рассказать свой отзыв о жизни в Армении. Надолго не прощаюсь. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует...